Заместитель министра обороны, председатель государственного фонда поддержки участников СВО защитники Отечества Анна Цивилёва с рабочим визитом в Самаре впервые. Замминистра приехала в самарский филиал фонда поддержки демобилизованных военнослужащих. Главная задача фонда – персональное сопровождение и адресная помощь ветеранам спецопераций и членам их семей. Анна Цивилёва посмотрела, как работает служба социальных координаторов. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» оказывают военнослужащим юридическую, психологическую, социальную, медицинскую помощь. Заместителю министра обороны показали инновационные отечественные разработки и продукты организаций Самарского региона для адаптации и реабилитации участников боевых действий, инвалидов СВО. В том числе современные протезы, которые разрабатывают в Самарском медицинском ВУЗе, и технологии с применением виртуальной реальности. Возникает психокоррекция, возникает реабилитация, выходит спазм. То есть вот сейчас вот эту картинку… Он видит там. Он видит там. Он слышит, видит. Мы можем индивидуальную картинку сделать. Это вы идёте сейчас. Ани Цивилёвой представили также вазовские автомобили с подъёмниками, которые разработали для инвалидов-колясочников. Благодаря уникальным механизмам водитель может сам сесть за руль, загрузив автоматически коляску в багажник. Также одна из машин позволяет заезжать в салон на коляске. Сам филиал фонда «Защитники Отечества», конечно же, соответствует, наверное, всем самым высоким стандартам. Очень просторно, уютно, современно, тепло по-домашнему. Это наша основная задача, потому что здесь, руководствуясь основными принципами заботы, справедливости и уважения, оказывается помощь нашим ветеранам. В нашем регионе создана действительно уникальная база для того, чтобы помогать ребятам возвращаться к полноценной активной жизни. Это и полная система реабилитации, комплексной медицинской помощи, шесть протезно-ортопедических предприятий, реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения. И это, конечно, позволяет нам дома, на своей родной земле, ребятам полностью возвращаться к мирной активной жизни. Ни в одной стране, ни в один период не было создано такой системы комплексной поддержки ветеранов и членов их семей. И руководителям Самарской области Вячеславом Андреевичем Федориевичем тоже уделяется большое внимание работе фонда. Скажу, что он на второй день пребывания в этой высокой должности в области, он никого не предупредив, значит, утром рано он приехал сюда. И многие направления, в том числе прикладной адаптации наших ветеранов, тоже получили свое развитие. Анна Цивилева анонсировала открытие военно-социальных центров Минобороны России для участников СВО. Это новая структура, которая будет заниматься поддержкой действующих военнослужащих и их семей по аналогии с фондом «Защитники Отечества», который работает с уже демобилизованными военнослужащими. Сейчас создан военно-социальный центр. Пока он работает только, это большой офис, который работает в Москве, но также будут открыты филиалы во всех военных округах, а на базе фонда «Защитники Отечества» будут выделены кабинеты, в котором будут принимать сотрудники военно-социального центра действующих военнослужащих. Анне Цивилевой показали творческие мастерские, где ветераны-инвалиды в качестве реабилитации обучаются технике золочения и реставрации. Одну из работ «Мадонну с младенцем» вручили заместителю министра обороны. Анна Цивилева продолжила общение с участниками СВО в неформальной обстановке. За чашкой чая обсудили программы реабилитации ветеранов, получение высшего образования, переобучение и трудоустройство. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров. События.